так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня ко мне попал на обзор телефон nokia 6303 classic silver вот это у нас рэв из китая и не нужно мне там в комментариях писать что типа это там не оригинал это все фуфло там и так далее и тому подобное коих комментариев я уже читал ранее целую кучу это рэв то есть взяли оригинальный телефон переодели его в новый корпус и собственно таким образом далее вторую жизнь вот и собственно говорить что это не оригинал это глупо потому что это оригинал то есть плата-то оригинальная все оригинальное ну кроме корпуса вот так что не вижу смысла тем кому видео не нравится или что-то как-то там так у него складывается что там этот самый можете это видео не смотреть это для тех кому этот телефон интересен и кто хочет там себе приобрести в общем и посмотреть какое там у него качество этого телефона значится да вот оценить что как обстановка обстоит вот и сейчас мы посмотрим что у нас там пришел телефон вот в такой вот коробочке типа оригинальная может она и оригинальная не знаю ну похоже на оригинального всяком случае такая как раньше вроде как было бывают еще и другого формата коробки они синего цвета обычно присылают то есть штампованные для всех телефонов у них как говорится на все стучи жизни ну такие конечно приходят редко в основном синие ну сейчас перейдем на камеру для того чтобы это дело распаковать и посмотреть чего там у нас лежит такое на так что поехали так вот собственно у нас такая коробка как мы видим тут у нас все надписи необходимые это чего у нас можно подключать bluetooth всякие там спикеры мини nokia gps туда-сюда и сейчас откроем поглядим вот там у нас так содержимого нас встречает нас телефон зарядка наушники и микро и кабель ну собственно тут ничего интересного как всегда нету отложим этот сторонку и возьмемся за сам наш телефон так ну как видим вот такого у нас влог с окей надо сейчас языка выставить и стоит английский и сейчас зайдем с этим тесты какой громкий динамик однако профайл за это у нас настройки телефон language setting румынский испанский португальский польский целая куча языков прям немецкий из французский ну нам русский нужен сейчас поставим русский язык все он выбран русский язык как видите все у нас на русском такой вот нас аппаратик ну конечно заметно что он red и делать если не видите тут плохо видно решеточка крыло установлено у нас сбоку выглядит саде кнопочка выключения с этой стороны посмотрим конечно заметно еще ref корпус не самого лучшего качества поскольку не особо подходит под размеры здесь как бы в целом в принципе ничего так нормально кнопочки все ровненькие как мы видим есть нормальные русские буквы тут есть небольшой зазорчик из-за того что крышками не по размеру но это как бы в принципе ничего страшного батарейка сейчас вытаскивать не буду там как всегда один слот под карту sim-карту и под микроисты вот здесь у нас не крышечка вставляется сейчас посмотрим еще лайф таймер что там у нас да как так как ты вставляешься елки-палки прям как-то сложненько она вставляется вот ее ну и как тебе закрывать ай-яй-яй рио ты что ж такое ну обалдеть можно покосываюсь телефон вот так ну ладно так уж и быть для разблокировки нажмите звездочку хорошо так проверим лайф таймер что там у нас с лайф таймером так сейчас наберем номерок с нашими заветными цифрами и так звездочка решетка девятьсот двадцать семь ноль два шестьсот восемьдесят девять шестьсот девять решетка так а делай в тайнах а сырил номер номер модель а лайф таймер вот он лайф таймер как видите на нуле не знаю может быть может быть может быть ну скорее всего это перепрошитый телефон лайф таймер конечно скинут вот это конечно же важно сделать программно это для умельцев не проблема собственно ну вот такой у нас аппарате здесь как видите у нас дата все дат ничего нету репер это тоже ты мне восстановка типа когда заводские эти самые делают они там по моему насколько я помню пишут уже дат репер дату тут здесь написывает мои так это у нас все так полагаю версия туле прошивки то ли что а это когда он был произведен 0 8 20 10 кажется ну так если не ошибаюсь сериал нам бар у нас здесь ну в общем то вот такой вот телефончик сейчас звук послушаем как у нас здесь со звуком обстоят дела меню куда заходить галерея приложения режимы темы сигнала тип сигнала обычный подожди финал вызова так что ж такое все не то громкость виброотбит сигнал клавиш сигнал другие сигналы сохранено так сигнала темы режима но я здесь обычный звук совещания полет включить конфигурация тип вызова обычный загрузка так наверно надо в мультимедиа зайти так так галерея мои фотографии музыка все дорожки пусто так а где ж вот елки-палки музыкальные файлы ове видеоклипы темы графика сигналы сигналы вызова ммм 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот это у нас пленка на камере мы сейчас пока того уберем так есть что-то фотографирует есть правда 32 мегапикселя как бы немного но в принципе насколько я помню я компьютерка тоже такие фотки скидывал с ними нас этого телефона уже приходит от то в принципе качество неплохое ну как бы для 3 мегапикселей пойдет собственно такая вот аппарате на я постараюсь еще в полном обзоре потом сделать тесты всевозможные звук из этого сама разговорного динамика как связь слове там может gps там что-то посмотрим как он там функционирует все это надо будет тестировать смотреть раньше это не особо их там по gps у и так далее проверял то есть такого как бы необходимости не было ну так как пилить контент нужно можно в принципе сделать да думаю кому-то это будет интересно вот хотя в принципе себе не очень хорошо представляю как вообще можно сейчас таким телефоном ходить потому что это в принципе как звонилка вот звонил очка как батарею единственная держит такие телефона очень хорошо кстати особенно у меня вот много было этих самых не 52 и там телефон реально можно с ним неделю ходить без подзарядки а там батарейка всего-то блин девятьсот пятьдесят миллиампер по моему это капец капает хотя неудивительно в принципе телефоны как бы не требовательные не то что сейчас современные смартфоны прожорливые на по железу там и тогда они съедают очень много заряда вот то эти телефоны в принципе очень хорошие в плане автономности и как второй телефон для позвонить очень даже замечательная вещь то есть некоторые люди в принципе так и живут они отдельно для интернета там покупает себе планшет и для звонков берут вот такие вот аппаратики потому что они очень долго живут на одном заряде и собственно качество сигнала очень хорошие у них вот разговорный динамик тоже замечательный собственно и куда некоторые даже не некоторые очень многие современные смартфоны этим похвастаться к сожалению не могут у меня сколько были как было к примеру asus info 2 у меня был и я тогда сравнивал его с nokia 6700 и просто был поражен насколько же чище звук в этой nokia был гораздо лучше звучал чем мой asus Zenfone вот передача сигнала именно пара во время разговора то есть Zenfone конечно очень сильно уступал в этом я не понимаю почему современные производители вообще ставят как бы дешевые комплектующие на динамике там и так далее в такие дорогие телефоны потому что Zenfone он когда вышел по моему стоил 380 долларов такой как бы деньги немалые и телефон должен работать нормально мне ну он как бы нормально работал сам по программному обеспечению там по работе как бы претензий не было вообще ну единственное что меня беспокоило это качество звука из разговорного динамика это как слышали меня потому что когда собеседники говорили что мне там звук тихий плохо слышно и при этом не пришли приходилось громко разговаривать вот ну и качество приема сигнала там днем не очень был вот где-нибудь в обещании допустим в углу там у него связь умирала вот он уже не ловил то такой телефон ловит нормально почему-то сколько лет ему вот и xiaomi max 2 мой которым я сейчас пользуюсь он тоже в принципе ловит практически везде и еще не было такого ни разу чтобы он терял сеть разве что там совсем в подвале там это даже в подвале я мог дозвониться там куда мне надо единственное что интернет не ловил вот а так все нормально работал так что вот такой вот у нас сегодня распаковка был до на сельника телефона nokia 6300 classic старенький ретро телефон довольно популярный был свое время и как будет даже сейчас у него еще остаются почитатели и я думаю что есть люди которые сейчас такими пользуются и ведь и до сих пор продают на алиэкспрессе да это восстановленный аппарат ну тем не менее он оригинальный и нормально рабочий конечно же это лотерея можно допустим бывало такое что мне с китая приходили не рабочие аппараты приходилось их ремонтировать по месту такое бывает редко но случается тут как бы скажем так ожидаемо то есть то что тебе может быть и что-то такое нерабочие вот я как бы иллюзий на этот счет не строю и поэтому каждый раз заказывая телефон знаю это принципе лотерея может прийти хороший качественный аппарат бывает такое даже что корпус подгоняет так что прям вот не придряться бывает тут приходят вот такие вот то есть это все конечно зависит от качества корпуса потому что есть разные производители разные бывают тоже как бы по качеству корпуса и размера бывают приходят такие что подогнано все идеально прямо не скажешь что это рэф к оригинал выглядит а бывает вот такой приходит с зазорами там крышечка немножко не в попад сидит и вот что делать рэф так рэф принципе аппарат работает нормально все замечательно еще потестируем там чего-нибудь посмотрим его снимем нормальный обзорчик уже да и в общем можно будет высказать свое мнение по поводу этого телефона так что недельку в принципе я можно с ним походить пошариться позвонить с него и посмотреть как он будет значит по автономности еще себя вести хотя в принципе не сомневаюсь нормально будет держать батарею из опыта скажу что все телефоны вот эти рэф которые заказывал то есть по батарейке всегда были нормальные единственное что сама батарея могла быть некачественной приходилось менять батареи до были нерабочие батареи было и такое ну принципе батарея сейчас полным-полно можно купить на рынке на любом практически ставить сюда и будет нормально ходить или так что такого сегодня телефончик был у нас на распаковке подписывайся на канал ставим лайки всем спасибо пока